Федорово 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 Русского космизма. Сейчас мы будем разбираться, собственно, с русским космизмом, да. При жизни Федоров избегал известности и, не желая получать деньги за свои сочинения, печатал свои статьи под псевдонимом. Или не печатал вовсе, давая на прочтение в рукописном виде. Название «Философия общего дела», а это его философия, собственно, «Философия общего дела», да, было дано корпусу сочинений Федорова его учениками и друзьями. Кожевниковым и Петерсеном, которые собрали и издали их под наименованием, под этим наименованием, в 1906 и по 1913 годы, с 1906 по 1913 годы все это они издавали. Соответственно, Федоров относится к основоположникам русского космизма, очень важная персона, очень важная персона, это, ну, нам приходится понимать. И в целом, в целом, если вы посмотрите тексты Николая Федоровича Федорова, вы, наверное, столкнетесь с тем, что эти тексты довольно-таки, как бы сказать, ну, фантазерские. На самом деле, больше похоже на фантазии какого-то очень религиозного человека, который при этом еще и немножко познакомился с теориями космоса, и был немножко ошарашен этим, и решил погрузиться в космические фантазии. Доказательств там очень мало, никакой доказательной структуры практически нет, но, как бы, это русская философия, русская религиозная философия, так что, ну, знаете, это нормально, короче. Для русской философии это было вообще нормальным делом, ничего там, в общем-то, такого содержательного, именно вот по доказательной части, вы не найдете, к сожалению. То есть, в этом плане Федоров довольно прост, но его фантазия местами, местами его фантазия, конечно, поражает нас, и поскольку я считаю, что философами мы имеем право видеть только людей творческих, продуктивных, создающих идеи, давайте посмотрим, какие идеи Федоров скомпилировал, создал. Бердяев, кстати, называет Федорова преемником словенофилов, он отмечает крайнюю радикальность, да, крайнюю радикальность мысли Федорова, ее сосредоточенность на одной идее, преодолении смерти. При этом, в своей оптимистической вере, возможность полной победы в жизни иррационального добра, Федоров, по словам Бердяева, гораздо ближе к мыслителям 18 века, чем к современности. Учение Федорова бросается в глаза сочетание двух противоположных начал. Глубоко религиозные метафизики, например, в его учении имеет место Святая Троица, как в идеале полюбовные союзы нескольких лиц. И с натуралистическим реализмом, соответственно, да, он в своем учении о воскрешении наших предков базируется на науке. То есть мы, люди, своими собственными усилиями, не Бог, а мы, люди, должны воскресить, в общем-то, других. Притом, это Бог нам как бы даровал способность воскрешать, мы просто не поняли откровения пока что, соответственно. Бердяев также отмечает, что небывалый утопизм, фантазерство, мечтательство соединяются Федорове с практицизмом, трезвостью, рассудочностью, реализмом. Ну вот с последним я, наверное, не согласен. Я скорее придерживаюсь того, что Федоров такой небывалый утопист, фантазер и мечтатель, у которого вот этой трезвости, рассудочности, реализма и практицизма, ну нет. Ну потому что мы, по крайней мере, пока что никого не исцелили, на другие планеты не полетели, не заселили их, соответственно. Непонятно, 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 насколько это реально вообще, непонятно, насколько это реально, непонятно, насколько реально возможность исцеления, оживления там всех живых наших предков, тоже непонятно. Очень многое о философии Федорова до сих пор еще не достигнуто, непонятно, недостижимо. Следовательно, но он скорее утопист, фантазер, мечтатель. С другой стороны, кто сказал, что утопия это плохо, может быть утопии могут быть реализованы и тогда все будет хорошо непонятно да так вот новизну оригинальности силу философии федорова видят в его исключителем небывалом сознании активного призвания человека в мире в его религиозном требовании активного регулирующего преображающего отношения к природе а также в концепции всеобщей ответственности и всеобщего спасения федоров глубоко и праведно чувствовал что христианство не может быть лишь религии личного совершенствования и спасения соответственно эти христианство и тут христианство переходит в натуралистический реализм в том числе и в этом смысле федоров конечно невероятно интересен теперь философия введение провели теперь философия философия федорова называется философия общего дела главным для федорова является вопрос о жизни и смерти о том почему живущая страдает и умирает жизнь это насущнейшие необходимейшие для человека жизнь и смерть оказываются синонимами добра и зла жизнь то есть жизнь бессмертная есть истинное добро а смерть истинное зло но так собственно и складывается почти все рассуждения федорова если что то есть но в сущности это и есть то как федоров рассуждает и вот 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 такими типами рассуждений пронизана вся его философия поэтому нам становится порой довольно тяжело его читать потому что ну огромное количество разных утверждений которые никто не собирается подтверждать просто они утверждаются 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 но давайте разберемся них да природа предстает для федорова источником зла страданий и смерти слепой механической силой которая должна быть подчинена и управляемый человеком смерть не только должна быть побеждена федоров ставит целью всеобщее возвращение жизни всеобщее воскрешение всех наших предков всех когда-либо живших людей всякий человек живет за счет смерти своих предков живет вытесняя их и это делает каждое поколение виновным в смерти предшествующего делает нас преступными ну видите да какая вот в общем-то патетика довольно странная типа мы виновны в смерти наших предков хотя непонятно почему непонятно почему несмотря на то что мы вроде бы живем за счет них да и непонятно почему как бы они не живут за счет нас ну то есть понятно что умершие уже как бы да не живут за счет нас потому что они умерли но например старики прошлые поколения живут за счет современных людей которые взяли в наследство их в общем-то достижения и преобразили ну или по крайней мере сохранили и из этого получается что на протяжении всей своей жизни и старое поколение и молодое последовательно помогают друг другу выживать но федоров не обращает на это внимание он продолжает свою без свое бегство мыслей дальше этот счет должен быть оплачен считает он да именно и только всеобщее спасение и бессмертие они индивидуальны и не только для ныне живущих поколений не для одних только праведников федоров считает единственно моральным это чувство ответственности каждого за всех и стремление к всеобщему спасению бердяев называн бердяев который его да рассматривал называет характернейшей чертой русского духа нашедший предельное выражение в учении федорова видите опять христианство пошло учение федорова требует рая царствия божьего не потустороннего а посеустороннего требует преображение посеусторонней земной действительности преображение распространяющегося на все небесного небесные миры и сближающего нас неведомым нам потусторонним миром рай или царство божие не внутри лишь нас немысленное только не духовное лишь но видимое и осязаемое вот так считал федоров в общем-то и это земной рай должен быть достигнут трудом человечества они даны ему свыше как видите христианская непосредственно догматика философии федорова приобретает радикально практический акцент федоров смотрит на те мечты те фантазии которые были у христиан непосредственно и переносит этих эти фантазии на науку на научную деятельность то есть он утверждает что наука должна создать рай на земле наука должна воскресить воскресить всех вокруг всех кто умер уже всех кто умер всех людей которые умерли и сделать всех нас бессмертными включая тех кто уже умер соответственно создать рай но рай не только на земле рай не только на земле потому что мы дальше узнаем что мы еще и другие планеты должны переселиться потому что если мы дальше продолжим плодиться размножаться оживим всех кто умер соответственно получится что на земле у нас будет перенаселение а это перенаселение нас не устраивает понятное дело и соответственно нам придется покинуть однажды рано или поздно планету земля окажется своеобразной такой колыбелью для человечества но из этой колыбели пора будет вырасти вскоре да и эту идею закладывать не какой-нибудь там мыслитель 21 века или там второй половин 20 закладывает федоров в общем-то для осуществления этого общего дела должно быть достигнуто братское единение людей синтез культуры поэтому эта философия называется философией общего дела кстати довольно созвучно с философией единства соловьева тоже довольно созвучно но применяется это все в контексте космоса что тоже в несколько раз интереснее должны произойти объединение всех народов всех сословий ученых и не ученых интеллигенции и народа верующих и неверующих синтез науки и искусства который воплотится в религии синтез теоретического и практического разума в общем деле человечества владений природы для победы над смертью свое учение федоров связывает с христианством считая его живым подлинным воплощением христианских в особенности православных идеалов тем не менее в некоторых существенных вопросах учения федорова значительно отступает от христианского мировоззрения но мы это уже видим соответственно до отступление невероятно много отступлений крайне много бессмертие захват других планет развитие науки бесконечная акцент не на внешне на внутреннее как бы исцеление не на личное спасение она внешне то есть федоров перетрактовывает все что он может перетрактовать христианстве чтобы совместить его с таким сиентизмом сиентизмом на таким научным крайне научным подходом или может даже сказать прото трансгуманизмом прото трансгуманизмом но в соединении с христианством при этом в тесном соединении с христианством без христианства все мечты трансгуманизма оказываются но уж для федорова наверно бессмысленными и тут мы сталкиваемся с еще одной интересной параллелью с параллелью согласно которой но вот космисты будущие последующие трансгуманисты они заимствуют у федорова его в общем-то мечты пожелания его фантазии о совмещении христианство и нехристианство они думают да бессмертие в клуб круто бессмертие это хорошо бессмертие это классно они думают продолжаем дальше а что еще там классно в заселении других планет да тоже классно чего нет то просто бога обычно трансгуманисты и некоторые космисты убирают но это уже немножко другое некоторые трансгуманисты соответственно в отличие от космистов не трактуют космос как некая органическая и целостное единство, ну, для них просто важно, чтобы человек прокачался и стал бессмертным. И не обязательно, кстати, воскрешение. А теперь давайте перейдем к другой теме. Воскрешение. Долг сынов. Одна из самых важных тем философии Федорова. Во-первых, мы должны с помощью науки достигнуть бессмертия, а во-вторых, воскресить всех, кто умер. В основе философии Федорова лежит категория родства, семейственность. Человечество мыслится как братство сынов, помнящих отцов. При этом именно сыновство является здесь фундаментальным отношением, ибо только по отцу люди-братья. Этому отношению сыновства Федор придает космическое значение, усматривая его и в триедином Боге. Святой Троица, где Бог сын и Святой Дух, состоят в отношении, соответственно, сынових и дочерних к Богу-отцу, которому должно уподобиться человечество. Должно уподобиться человечество, да? Человек для Федорова не автономная личность. Но сын человеческий, сущностно связанный с родом, предками. Так, рассматривая различия между европейскими язычниками и семитами, Федоров обращает внимание, что язычники сохранили общность языка, но забыли свое происхождение от Юпитера, Ефета и Апета. Тогда как семиты сохранили память о своем первопредке Симе, восходящем к Адаму. Да, славян Федоров считал арийским племенем, которое выбрало в себя чудский компонент. Однако это не порча, а осознание единства, происхождения и начала Великого Объединения. Ну, вы должны понимать, вообще, все-таки, Федоров родился, давайте честно скажем, не вчера. Его философия, ну вот, начала развиваться в 1829 году, он только родился, соответственно, философия начала развиваться позже. И в 1903 году он уже как бы погиб. Мы должны понимать, что до 1903 года со многими науками были просто колоссальные проблемы. Вот те вещи, которые Федоров пишет, это все базируется либо на его позициях, на его мнениях, либо на тех источниках, которые он читал. А читал он, скорее всего, довольно много, потому что был бы библиотекарем. Вряд ли концепция Федорова, вот в том виде, в котором она предстает сейчас перед нами, сильно отличается от того, что было в его время. Соответственно, очень важно понимать и отдавать дань в данном случае времени. Когда Федоров думает о каких-то фактах, он базируется на фактах своего, в общем-то, времени. Ну, это логично. Просто многие люди, когда разбирают такого рода философию, забывают об этом, и поэтому думают, ну какая же глупость, какой Федоров фантазер. Притом важно понимать, что все вот это вот, все вот это вот, вряд ли может считаться, ну то есть все вот эти вот теки, которые Федоров высказывает, о роде, родстве, семействе, в том виде, в каком он это делает, вряд ли можно считать контр, ну если их опровернуть, вряд ли можно считать контраргументом против его системы, да? Ну да, немножко пострадает вот эта вот система долга сынов. Ну, есть такое немножко. Но, с другой стороны, эволюция, эволюция, как в целом система, указывает на возникновение условных Адамов и Ев. Напоминаю, да, есть теория Адамов и Ев, и в принципе, в принципе, антропологи, насколько я понимаю, пытаются найти общего предка, общих предков, общую мать там всего человечества, от кого, вот в какой самке, в какой самке, какого вот там, вот не знаю, обезьяноподобного существа скрываются вот уже все истоки для будущих поколений. Вроде бы такая тенденция имеется. Хотя, наверное, все не так однозначно, но родство, родство всего живого, в теории эволюции становится еще более, например, мощным. Согласитесь, да? То есть, по сути, мы все родственники. Все животные в том или ином, все живые существа в том или ином поколении оказываются родственниками. И все происходят от одного какого-то существа, соответственно. Тоже в теории эволюции, ну, все животные, все животные происходят точно от одного какого-то, в общем-то, существа. Просто потом развиваются в разные стороны, по разным веткам, создается древо эволюции, большое гигантское древо эволюции. И в этом смысле, в конце концов, в конце концов, и у жизни, наверное, у всей жизни на планете нашей есть какой-то общий единый предок, от которого все начали развиваться. И, соответственно, философия Федорова с помощью теории эволюции могла бы быть вот этот долг сынов, он мог бы быть еще более подкреплен. Просто проблема возникла бы в том, что Федоров распространяет свою философию только на человечество, а если говорить о родстве и теории эволюции, то у нас появилась бы большая проблема, потому что тогда пришлось бы оживлять не только все человечество, но и вообще всех живых существ, когда-либо существовавших на нашей планете и не на нашей. Ну, понятно, да? В конце концов, мы могли бы с этой философией космизма прийти к тому, что нам пришлось бы оживить все и вся и сделать это все и вся бессмертным. Вау! Это был бы вау! То есть, следующий шаг космизма от Федорова это вообще вау! Как бы с ноской башни небольшой, но тоже интересно. Так вот, долг сынов – возвращение жизни отцам. Федоров говорит о задаче сынов, сознающих утрату свое сиротство. И только в исполнении долга к отцам, находящих свое благо, свое дело. Ну, видите, тут еще этическая компонента присутствует. Мы должны это сделать, потому что у нас есть определенный долг. Я, например, такого долга не вижу, но Федоров видел, и в принципе на этом строится целеполагание его концепции. То есть, вот такая вот цель формируется благодаря такой этической предустановке. Опираясь на Библию, Федоров утверждает, что воскрешение составляет принципиальный момент христианства. Доказательство этого следующее. Смерть – это наказание за грех. Посему, искупление греха – это избавление от смерти. То есть, воскрешение. То есть, видите, как он интересно трактует христианские всякие догматы, и он в этом смысле довольно, довольно, довольно интересен. Следующий пункт – овладение природой. Ну, понятное дело, для того, чтобы всех оживить, нам надо как-то еще и природой овладеть, потому что, ну, наши тела тоже природа, да, условно. Планеты другие – природа. Чтобы на другие планеты добраться, нужно овладеть природой. Чтобы другие планеты терраформировать, нужно овладеть природой. То есть, овладение природой – важная ступень в философии непосредственно Федорова. Природа – сила неразумная и слепая, рождающая и умертвляющая, рождающая сынов и поглощающая отцов. В ее познании и управлении ею состоит наша задача, считал Федоров. И, видите, это чистая такая философия. Ну, вот здесь вот. В познании и управлении ею состоит наша задача. Это философия, в принципе, начала нового времени вполне так себе. И в этом смысле Федоров во многом является последователем этой самой философии. И упрекнуть его здесь мы, конечно, не можем. Ну, такая эпоха, такое время. Но господство над природой должно быть немнимым, эксплуатирующим, утилизирующим и истощающим ее ради капризов человека. Изготовление игрушек и забав, вещей и ненасущных, предметов роскоши. Не должно оно ограничиваться и производством. Необходимо внести в природу воли и разума направленное… В общем, должно направиться на преодоление смерти. Для нас очень важно направиться на преодоление смерти. Вот какова должна быть цель нашего управления природой. Никакие игрушки, никакие забавы, никакие гаджеты, там, часы, очки, телефоны. Все это глупости, как бы. Все это по Федорову глупости. Мы должны направить все свои силы, все свои силы должны направить на то, чтобы наконец-то, в конце концов, в конце концов обрести бессмертие. А бессмертие – это очень важно. Бессмертие – это очень важно. Потому что нет в природе целесообразности, что ее должен внести сам… Потому что нет в природе целесообразности, да. Что ее должен внести сам человек, и в этом заключается высшая целесообразность. Мы должны внести в природу целесообразность. Природа – смерть. Природа – плохо. Природа нас убивает. Природа рождает отцов, убивает отцов и рождает детей. Природа заставляет нас страдать. И наша цель подчинить ее, заставить ее любыми способами, в общем-то, сделать нас самих бессмертными. Творец через нас воссоздает мир, воскрешает все погибшее через нас. Творец через нас, что очень важно, и это не отчасти напоминает даже Гегеля, потому что абсолютный дух через нас, мы уже разбирали философию Гегеля относительно недавно, да, абсолютный дух через нас, абсолютный дух через нас как бы себя познает и воспринимает. Здесь вопрос ставится по-другому. Абсолютный дух, ну то есть Творец, то есть вот этот вот прекрасный православный христианский Бог через нас, нас же и воскресит. Это мы воссоздадим мир, это мы сделаем мир лучше. Мы являемся непосредственно не столько рефлексией Бога на земле, сколько практикой Бога на земле. Мы воссоздадим ту практику, которая прописана в Библии. Мы воссоздадим вот это воскрешение, мы воссоздадим рай, мы захватим там все планеты, мы будем бессмертны, мы не будем болеть, мы будем всегда здоровы, у нас не будет страданий. И это сделаем мы. Это Бог есть, как бы Бог есть, Троица есть, все это еще не снимается. Но мы собственными руками, собственными руками все это, все это должны сделать, потому что Бог нам даровал такую возможность. Вот такая интересная философия Федорова на самом деле. Вот почему природа и была оставлена своей слепоте, а человек своим похотем, да. Через труд воскрешения человек, как самобытное, самосозданное, свободное существо, свободно привязывается к Богу любовью. Поэтому же человечество должно быть не праздным пассажиром, а прислугой экипажем нашего земного, неизвестного, еще какую силой приводимого в движение корабля. Есть ли он фото, термо или электроход? Ну тут, то есть, да, неважно. Философия крайне экспериментальная у него, крайне практичная, требует от нас огромного количества практики, усилий, но понимаете в чем дело? Целеполагание-то оно у него какое? Оно христианское. Федоров смешивает в себе две реально, по сути, крайне несовместимые вещи, и в этом его философия, конечно, дает нам новый глоток. Глоток свежести. Глоток такой философской космической свежести. И понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? В конце концов, в конце концов, идеи Федорова, они окажут огромное влияние на становление космизма и вообще на становление вот этой вот космической философии, которая приведет нас в итоге к полету в космос. Понимаете, насколько все это переплетено на самом деле и во многом, почему Россия, почему Россия оказывается передовой космической державой? Вы думаете, это просто из-за Советского Союза? А кто цели-то полагал? Философы. Кому это все нужно было? Почему у русских такие мечты о космосе неожиданно появились? Потому что Сталин так захотел, потому что там, не знаю, у какого-нибудь, у других, у кого-то там из других что-то там это, бомбанул, и они решили неожиданно, да, вдруг в космос полететь. Нет. Это глубочайшая космическая, ну от слова космизм, да, космическая философская традиция, которая была вот в русской философии, и она способствовала, способствовала направленности на вот эти вот космические практики. Если уж оживление человека оказалось труднодостижимым, да, ну хотя бы можно начать с того, что мы полетим на другие планеты. Отсюда и по многому у нас возникает это название космизм. Это не только размышление о космосе, это размышление о практиках, которые в итоге приведут нас в космос. То есть влияние философии космизма на практику отрицается, ну, довольно глупо, на мой взгляд. И я, например, считаю, что философия космизма была одним из тех важнейших кирпичиков, лежащих в основании наших космических побед. Нет, дело не только в Советском Союзе, дело не только в инженерной практике. Ну, потому что инженерную практику надо же к чему-то применять. А для того, чтобы применять эту инженерную практику, нужна определенная ценностная установка. У Федоров эту установку сформулировал. Потом ее преобразовал Циолковский, Вернанский и многие другие ребята интересные. То есть они ее преобразовали, они ее пересмотрели, они ее проработали, переработали. И у нас получилась такая вот нация, нация людей, направленных в космос, которые прям очень хотели направиться в космос. И поэтому мы до сих пор чтим Гагарина. Хотя вроде бы, знаете, если так подумать, если так подумать, а что в этом космосе, да? А почему мы туда стремились? А почему это достижение вообще первыми полететь в космос? Непонятно же, на самом деле. Непонятно в чем суть. Непонятно в чем ценность космоса, пока что. Непонятно в чем ценность космоса на данный момент. Даже на данный момент не до конца понятно, что там с космосом. Зачем нам туда летать и почему мы должны гордиться тем, что мы полетели туда первые. Ну потому что космос, судя вот по тому, что мы видим, наблюдаем и потому, что наука говорит, это просто большая пустота. Ну и там планетки разбросаны, до каждой планетки лететь по несколько лет довольно грустно, а до следующей Солнечной системы лететь так вообще, ну если мы на скорости света летим тоже несколько лет, не очень, не очень как бы выгодный, в общем-то, не очень выгодный мир для нас, честно скажем, с точки зрения космоса, и в космос нам соваться как-то вот пока что еще, наверное, рановато, потому что космические ресурсы мы использовать не можем. Ну, доставка от, например, с Марса на Землю достаточно долгий процесс, но вот почему мы полетели в космос? Если для вас ценность это полет в космос, то вы, на мой взгляд, должны ценить философию Федорова, несмотря на то, что она довольно странная, довольно фантастическая, довольно воображающая такая вот, знаете, и довольно христианская. Все равно философию Федорова приходится ценить, ну вы же цените как бы философию Галилея, вы цените Ньютона, хотя это тоже были религиозные люди, но другой вопрос, да? Так вот, следующее, что нам важно достигнуть, и почему у нас философия Федорова-то, в принципе, называется философией, напоминаю, общего дела, общего дела, безусловно, общего дела, это, конечно же, всечеловеческое единство. А владение природой для победы над смертью дело всеобщее, только объединенному, преодолевшему рознь человечеству оно под силу, между людьми должна установиться всеобщая любовь, очень по-христиански, кстати. Человечество должно стать братством сынов, тоже очень по-христиански, кстати, для дела воскрешения отцов. А образом для нашего многоединства должно поставить божественное триединство, это вообще супер, по-христиански только что, в котором единство не его, а не иго, а самостоятельность личности не рознь. Вот. Необходимо объединиться, объединиться под лозунгами христианства, между прочим, да? Христианство православное в трактовке Федорова должно стать источником для всеединства. Была уже такая философия, философия Соловьева, собственно, да? Очень тоже похоже, там тоже философия всеединства, и здесь Федоров с ним очень честно перекликается. На мой взгляд, на мой взгляд, это самое всеединство невозможно. Ну, потому что разные религии, разные философские школы, разные подходы к исследованию, ну, радикально могут противоречить христианству. И поэтому здесь всеединство подразумевает под собой христианизацию всего мира. Просто вот представители русской философии, они порой не осознают, что это плохо, что это жестоко, что для того, чтобы вот, как бы добиться этого всеединства, скорее всего, людей убивать придет с пачками. Ну, как бы, ну, напоминаю, что Достоевский, будучи тоже человеком довольно религиозным, был за милитаризм, убивать, убивать и убивать, короче, надо, да, тоже, чтобы Константинополь захватить, а почему бы и нет? Почему бы и не убить, да? Почему бы не пустить слезинку ребенка в Константинополе? Ну, зато у нас православным будет он принадлежать, а что нет, как бы, да? Федоров здесь тоже, как и Соловьев, они берут и закрывают глаза на вот этого действительности, такие думают, ну, вот. Сейчас все-все-все любовь, да, всем-всем любовь достанется, все друг друга любить будут, уважать, братья все станут сразу, неожиданно, да? Неожиданно все станут друзья, все хорошо будет, и вместе мы займемся одним делом. И Федорову здесь наплевать на то, что буддистам надо медитировать и уйти из сансары, ведь, ну, по сути-то, что предлагает нам Федоров для буддиста, да? Давайте подумаем, что с точки зрения буддиста Федоров нам предлагает? Остаться в сансаре навечно. Буддисты, буддисты пытаются убежать из сансары, да, чтобы не перерождаться, для них перерождение, это перерождение, это страдание, в любом случае, даже если в мире будет очень хорошо, если будет условный рай, это все равно для них такая своеобразная степень страдания, и самое лучшее, что можно сделать, это отгородиться от всех непосредственно привязанностей, в том числе и от привязанности всеобщей любви. Неожиданно, да, от привязанности всеобщей любви, от братства, от сыновства, от материнчества, от всего, от всего. Для буддистов, по сути, и отец, и мать, и брат, и сын, и сестра, кто угодно, все для него должны быть нейтральны, в конце концов, он должен от них отрешиться. Ну, потому что его отец, сын, мать, сестра, это все часть потока перерождения, это все дхармы, которые собираются и разбираются. И в целом, вот эти вот все причинно-следственные связи, ну, на самом деле, они фейковые. И от этих причинно-следственных связей лучше избавиться, соответственно, и уйти в нирвану. И больше не иметь дела с этим смертным сансорическим миром. Федоров предлагает нам обратную картину, и, по сути, то, что он предлагает, это ад для буддиста. Это самое худшее, что может произойти для буддиста, в общем-то. К сожалению, к сожалению. То есть, я здесь уже не вижу объединения двух самых больших мировых религий. Правохристианской, с одной стороны, и с другой стороны, буддийской. Ислам, конечно, тоже, ну, побольше буддизма, насколько я помню, но он аврамический. Здесь мы, как бы, да, мы рассматриваем две разных мировых религии. По сущности и по содержанию две разные мировые религии, буддизм и христианство, несовместимы. Ну, по крайней мере, я с трудом представляю, как их точно совместить. И у Федоров здесь и Соловьев, на самом деле, и многие люди, которые были за все единство, они не усматривают вот эту вот сущность, к большому сожалению. Но вот такая была идея, и, может быть, она, знаете, имеет какой-то смысл в том плане, что для освоения природы, может быть, действительно, надо напрячь все ресурсы человечества. Нужно не разрозненно тянуть каждый сам на себя, а вот объединиться, и, может быть, тогда мы достигнем бессмертия в этом мире. Другой вопрос, все ли хотят достигнуть бессмертия в этом мире? И христиане, не все христиане, кстати, хотят, на самом деле, они же хотят, в общем-то, умереть и потом отдаться непосредственно во власть Бога, Божью. Но это тоже другой вопрос. Федоров рассматривает два рода чувств между людьми. Увлечение внешней красотой и чувственной силой. Особенно половое увлечение порождает уклад современного городского общества, разобщающий людей. Современная городская промышленная культура в основе своей имеет половое увлечение, обслуживает половой инстинкт. О, Фрейд пошел неожиданно, да? Можно сказать, замечает Федоров, что вся городская культура есть обожание, обогатворение, то есть культ женщины. Но похоть не должна заменять любовь к отцам. Ну, кстати, Федоров был раньше Фрейда, я замечу, но это прикольно. Это скорее отсылка к христианству, да? Определенные греховные вещи отбираются Федоровым, определенные греховные вещи. И эти греховные вещи он просто усматривает в обществе и утверждает, что вот то, что было христианами объявлено плохим, неэтичным, на самом деле неэтично, потому что оно скорее непрактично и ведет нас к такой деградации. Деградации, которая в итоге не приведет нас к всеспасению, всеоживлению и так далее, так далее, так далее. Половому влечению Федоров противопоставляет всемирную любовь, рождающуюся из детской любви к родителям, силу чувствующую, но нечувственную. Следовать нужно не похоти и не ее противоположности аскетизму, не эгоизму и не альтруизму, жизнь только для других, но всемирной любви. Половая чувственность связана со смертью, ибо рождение оборотной стороной имеет смерть. Любовь к родителям вытеснит половое чувство, заменяя деторождение отцетворением или воссозиданием отцов. Видите, какая интересная вообще идея. То есть идея заключается в том, что меньше похоти, меньше родов, соответственно, меньше детей, больше отцов, больше воскрешения отцов, ребят, да. Назад к отцам. Такой тезис почти, что гусырлианский, он говорил назад к вещам, а у нас тут назад к отцам. И в этом смысле, и в этом смысле, Федоров тоже довольно интересен. Но если мы будем рассматривать его как утописта, я бы сказал, я реально еще раз повторю этот тезис, он сверхутопист. Он суперутопист, он утопист в десятикратной степени. И в этом смысле его идеи, его проективные идеи, они интересны. И вполне возможно, кто знает, может быть, они опережают вообще все человечество на несколько сотен лет, может быть, через там 3000 лет, или через 5000, через 500 лет, может быть, люди научатся оживлять своих предков. И когда они с меня оживят, Федорова, и я такой подойду к Федорову и скажу, ну, слушайте, ну, вы были правы, да, зря я, в общем-то, зря я, в общем-то, выражал сомнения в ваших идеях. Да, несмотря на то, что некоторые ваши идеи, ну, анахроничные, но даже по отношению к современному вам миру в 19 веке, да, действительно анахроничные. Но все-таки, все-таки вы смогли предсказать многие интересные вещи. Оживление, заселение планет. Спасибо вам, Федоров, за то, что вы, в общем-то, способствовали распространению этой идеи. Вот что я мог бы сказать, да, если бы все воплотилось во философии, да. Должно произойти объединение народов, пишет Федоров, через конференцию мира, совершаемая. Конференция мира, интересная тема. И по мере того объединения народов, орудия истребления обращаются в орудие управления природой. Армия из взаимоистребительной силы превратится в силу и следующую природу и противостоящую ее слепым силам. Ну, это суперутопизм, конечно, безусловно, суперутопизм. Это даже по сравнению с, как это называется-то, либертарианским движением суперутопизма. Либертарианцы, они хотя бы, знаете, подразумевают, что у нас есть общины, и у каждой общины есть своя вооруженная армия. И эта вооруженная армия, если что, готова напасть на своих оппонентов. Вот такая вот сильная, хорошая вооруженная армия. Понятно, что такая вооруженная армия одной общины слабее армии государства. Но, с другой стороны, видите, какой-то военный принцип там есть. По Федорову, военный принцип должен вообще исчезнуть. Любая армия постепенно должна перейти в силу, которая будет заниматься именно познанием, исследованием. То есть, представьте, вместо того, чтобы идти в армию сейчас, вы бы пошли в какой-то исследовательский институт, где бы проводили исследования, помогали, в общем-то, каким-нибудь ученым, что-то делали и, соответственно, получали из этого определенные блага. И в этом смысле Федоров тоже такой суперутопист, сверхутопист, мегаутопист. Общественное устройство. Следующая графа, которую мы рассмотрим. Отвергая как деспотизм, так и конституционализм, ну, потому что это не братские гражданские отношения, Федоров видит идеал в подлинном самодержавии, где снимается противопоставление Бога и Кесаря, духовного и светского, и царь становится орудием Бога. Не народ для царя и не царь для народа, а царь вместе с народом, как исполнитель, дело Божие, дело всечеловеческого. Вот что Федоров считает, то есть он еще и монархист, соответственно. Представьте, сохранить монархию, христианскую монархию, религиозную монархию. Религиозная монархия сохраняется. К этой религиозной монархии добавляется еще одно удивительное свойство. Да, она стремится к супернауке, такому своеобразному в современном мире уже называемому, как это уже называется, трансгуманизму, да, трансгуманизму такому. И все это еще сопровождается заселением различных планет. То есть мы не просто живем в монархии. Эта монархия распространяется на множество планет, как минимум солнечной системы, а может быть даже и дальше, а может быть даже и намного дальше. Что опять же напоминает нам о том, насколько Федоров невероятно интересен, честно. У него очень интересная позиция по вот этим вот философским вопросам. То, что вот мы видим, то, что мы видим сейчас, это, конечно, уникальная философия, уникальная и интересная, но я не знаю, насколько ее можно воплотить в действительности. Сколько же надо усилий затратить, чтобы Федоровская философия была воплощена. Вы представляете, да, наверное, себе, какие невероятные мечтания у него, в общем-то, были. Город и деревня. Город, говорит Федоров, извращенная форма жизни, от этого мы уже узнали ранее, да, отдалившаяся от праха отцов, утратившая чувство к отцам. Это место женихов и невест, окруженных игрушками и безделушками, живущих в забавах и удовольствиях. Место, где население наибольшее наслаждение получает, да и на меньший труд считает высшим благом. Потому и в науке отвергает, как отбросы, все не имеющие непосредственного приложения к этой цели. Дело воскрешения может свершиться не в городе, а на селе, где сохраняются прямые непосредственные отношения к земле, то есть к праху предков. Произойдет переселение из городов-села, сельская кустарная промышленность заменит фабрично-городскую. Так будет достигнуто объединение интеллигенции с народом. То есть вы себе представляете, что он еще предлагает? Он ко всему этому, ко всему этому науку предлагает перенести из городов в села. Города плохо, города это пошлость, города сбивают нас с цели. И чтобы добиться цели, которые, в общем-то, Федоров так или иначе пестует, нам, нам, нам необходимо переселиться в села. Это такой монархопримитивизм, перемешивающий с собой христианство и трансгуманизм. В общем, взрыв мозга. Это непосредственно взрыв мозга. Это действительно очень уникальная концепция, очень интересная концепция, ознакомление с которой, на мой взгляд, на мой взгляд, обязательно. Ну, раз уж заказали эту лекцию, друзья, действительно, я вам рекомендую ознакомиться с текстами Федорова. Они написаны в довольно, конечно, неприятной форме, немножко шизофренично, шизофазично, больше похожи на какую-то фантастику, скорее, без сюжета, бессюжетная фантастика. Ну и на самом деле там очень большое место занимают всякие религиозные пассажи. То есть, очень похоже на такого, знаете, фанатичного религиозного философа, у которого имеются такие вот уникальные философские вкрапления. Федоров очень интересный персонаж, несмотря на все вот это, несмотря на свою такую вот философию, которая на самом деле оказывается чем-то футуристично-фантастичным. Действительно, с этим автором я не знаю даже, что делать. Наверное, один из тех мыслителей, которых в России я считаю мыслителями все-таки. Федоров довольно, довольно принципиально интересен. Наука и искусство религии. Что же там с наукой и искусством религии у Федорова? Философия для Федорова – это младенческий лепет человеческого рода или мысль без дела. Отделенный теоретический разум ведет к селепсизму, считал он. Отрицание объективного знания. Только деятельное знание может быть подлинным. Теоретический разум должен объединиться с практическим. Ученые – интеллигенция с ненаучным народом для общего дела, познания природы и, в конечном счете, познания жизни и смерти, и управления ими. Наука должна быть не сословной, кабинетной, университетской, занимающейся обслуживанием потребностей городского и индустриального общества, производства игрушек, предметов роскоши, орудий и так далее, а быть достоянием всех, то есть быть выводом из наблюдений, производимых везде, всегда и всеми. И прилагаться к управлению природой для преодоления смерти. Весь народ должен стать естествоиспытательной силой с помощью интеллигенции, как воспитательной силы. Должно появиться обязательное всеобщее образование, но вот это он точно предвидел и ратовал за всеобщее образование. Видите, какая интересная тоже тема. Любой крестьянин, любой вообще житель должен иметь образование и должен стремиться, в общем-то, к лучшему, к большему. И только так, только всеми силами человечества, не только всех стран, но и всех людей вообще. Всех бедных, богатых, хотя бедных и богатых уже, наверное, не будет. И в системе идеальной, да, Федорова. Все, кто считались ранее бедными и богатыми, то есть потомки и бедных, и богатых, и потомки и крестьян, и горожан, и сельчан, должны объединиться, выйти из городов и начать заниматься естественной наукой, исследовать, исследовать, еще раз исследовать. И тогда, в конце концов, в конце концов, будет достигнута эта замечательная, потрясающая сила, способность воскрешения. И тогда мы воскресим наших предков и достигнем бессмертия. Сначала, видимо, бессмертия достигнем, а потом уже воскресим наших предков. Так вот, Объединившееся человечество научится управлять землетрясениями, погодными, вулканическими и так далее, явлениями, обеспечивать хорошие урожаи, будет побежден голод, болезни, одряхление организма и, наконец, сама смерть. Мнимым или музейным воскрешением называют Федоров сохранение памятников, собирание реликвий и мысленные реконструкции, которые осуществляет западная наука. Также искусство дает лишь тень подлинного воскрешения. Искусство должно измениться из созидания мертвых подобий, превратившись в действительное воссоздание воскрешения прошедшей жизни. То есть это и будет искусством на самом деле, да? Наука и искусство воссоединятся в религии, и тогда религия, объединив знание и веру, достигнет совершенства действительности осуществления во владение природой и воскрешении предков. Именно в этом деле Федоров видит истинную живую религию, исполнение воли Божьей. Отвергая деизм, не требующий никакого дела, и гуманизм, требующий даже разъединения под видом свободы, он утверждает, что подлинная, живая религия должна быть объединяющей и деятельной, обязывать к общему делу, победе над смертью. Наблюдая борьбу прогрессивистов и консерваторов, Федоров приходит к относительной правоте каждой из сторон. Ныне консервативная церковь прежде была проектом объединения всего человечества. Однако современное русское православие стало консервативной силой, поскольку московское государство заимствовало византийское христианство эпохи кризиса. Посему главным храмом Руси стал храм Успения Богородицы, а не храм Софии. В не меньшей мере объединяет людей современная индустрия. Федоров весьма высоко ценит изобретения аэростата, железной дороги и телеграфа, коими он предлагает соединить Европу и Индию. Да, вот такое вот. То есть, понимаете, вы должны вообще понимать, насколько бедны были технологии во времена непосредственно самого Федорова. Аэростат. Аэростат, вы понимаете? Аэростат, ну это же отстой. Железная дорога, ну и телеграф, телеграф, всего лишь телеграф, понимаете? Федоров не застал большей части тех открытий, которые сейчас существуют. И представляете себе, если бы он оказался в 21 веке, насколько бы он был удивлен, он, наверное, укрепил бы свои позиции по всем вопросам. Вот я действительно думаю, что в современном мире Федоров пересмотрел некоторые технические аспекты своей теории и все-таки бы, ну как изменил, основные как бы фундаментальные позиции он бы оставил и укрепил. И с помощью вот этих изменений там вот с технологиями, связанными с интернетом, интернет как объединяющая сила, там что-нибудь такое, да, философия Федорова могла бы преобразоваться в нечто новое. Такой новый современный космизм религиозный. Хотелось бы посмотреть на самом деле, давно ничего такого не видел. Будущее человека и вселенной. Человечество сейчас находится лишь на первой ступени перехода природы от слепоты к сознанию. А блин! Здесь же что-то гигелианское, есть только вместо самопознания абсолютного духа, реально самопрактика, я уже об этом говорил, да, и получается, что человек переходит от слепоты природы к сознанию природы, и он становится частью этой природы, и природа благодаря человеку себя осознает, и не только себя создает, но и реконструирует, усовершенствует, делает себя лучше. Природа с помощью человека. Человек как орудие природы, практическая рефлексия, если можно так выразиться, очень ужасно звучит, но человек как практическая рефлексия природы. Ну вот это моя вставка, и Федоров так не говорил. Ну интересно, пишет, человек изменится, его органы будут преобразованы психофизиологической регуляцией, то есть управлением душевно-телесными явлениями. Человечество научится воссоздавать людей из самых первоначальных веществ, атомов, молекул, и тогда преображенный человек будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы и быть в гостях во всех мирах, как самых отдаленных, так и самых близких. И это изменение человека должно произойти не как результат слепой эволюции, но трудом единого человечества. Технический метод воскрешения предков будет состоять в собирании рассеянного праха и в совокуплении его в тела, пользуясь для сего и лучистыми образами или изображениями, оставляемыми волнами от вибраций всякой молекулы, которая когда-либо существовала. Так человечество сумеет воссоздать тела предков, какими они были при жизни. Многочислимые воскрешаемые поколения заселят другие планеты, постепенно распространяя познание природы и управление ею во все миры, от Земли на другие планеты Солнечной системы, а потом и дальше на всю Вселенную. Осуществление этого проекта ведет к одухотворению всей Вселенной, к ее морализации и рационализации. Ибо тогда все миры, движимые ныне бесчувственными силами, будут управляемы братским чувством всех воскрешенных поколений. Это позволит объединить миры Вселенной в художественное целое, в художественное произведение. Многоединым художником коего в подобии Триединому Творцу будет весь род человеческий в совокупности всех воскрешенных и воссозданных поколений, воодушевляемых Богом или Духом Святым, уже не говорящим лишь и при том через некоторых только людей, пророков, а действующим через всех сынов человеческих, в их этической или братской совокупности. И объединенные наука и искусство будут направлять это миростроительство как его этика и эстетика. Для этого и создан человек в осуществлении этого проекта, смысл его существования таков. Люди созданы быть небесными силами взамен падших ангелов, чтобы быть божественными орудиями в деле управления миром, в деле восстановления его, в то благолепие, не тление, каким он был до падения. Вот она, вот она, философия Федорова. Вот она какая, друзья. Серьезно, да, действительно, очень интересный и фантастический, крайне утопичный проект. Он не может нас не удивлять, он не может нас не удивлять. Давайте прочитаем последние абзацы, и я свой вывод сделаю уже. Иной путь. Федоров, предостерегая, рисует пугающую картину иного пути, по которому может пойти человечество. Установится господство технологий, человечество научится искусственно синтезировать пищу и другие материалы, половое увеличение возобладает над любовью к предкам и к детям породив брак без деторождения, существующий ради одного удовольствия. Противоестественное перестанет быть постыдным. Этот новый животный человек или горожанин уничтожит ставших ненужными растений и животных и сделает самосохранение наибольшее продолжение своего существования главной задачи, отказавшись от всего, что может представлять опасность для жизни от летательных аппаратов, опытов по управлению климатом и так далее. Эти люди станут истреблять друг друга, пока не наступит день гнева. День гнева, день гнева, день, когда обиженные деградировавшие люди, хоть и развивающиеся в чем-то, но деградировавшие, использующие технологии неправильно в итоге погибнут. Что же я могу сказать по поводу философии Федорова? На самом деле, Федоров как философ, у меня с ним довольно трудное отношение, как с философом. С другой стороны, некоторые его фантастические идеи я применил в одном из своих романов, который называется «Семь миров». В романе «Семь миров», ну опять же, чтобы вы понимали, что философия Федорова и космизм мне в целом приятны, а не интересны, это очень интересная, это очень продуктивная мысль, это довольно-таки такая вот живая продуктивная мысль, правда без доказательств, да, и я как обычно доказываю, показываю, показываю и доказываю, что доказательство не есть суть самой философии. То есть доказательность это как бы такой, знаете, возможный прибавочный продукт философии, но сама по себе она не является собственно существенной. Федоров мало что доказывает, соответственно, мало что доказывает. Усомниться во всем, что говорит Федоров, очень легко, но при этом каков проект, как интересно, как фантастично, да, интересно, могло бы быть так или не могло, хочется проверить, хочется проверить. И в своей книжке «Семь миров» называемой я изобразил картину мира, в которой люди достигли с одной стороны бессмертия, с другой стороны они воскресили многих предков с помощью технологий мнемоцитов, то есть особые клетки, которые запоминают состояние организма на тот момент, когда они были вживлены. Например, если я вживлю себя сейчас эти самые мнемоциты, я навсегда останусь таким, у меня даже волосы расти не будут, даже брови расти не будут, собственно, ничего не будет расти. Все, что было, у меня останется в таком состоянии, в каком я себя сейчас чувствую. Волосы обрежу, они постепенно довольно быстро вырастут благодаря мнемоцитам. Мнемоциты запоминают наше состояние и делают нас в этом смысле бессмертными. То есть наш организм ни в коем случае не стареет, он продолжает свое существование на планете и очень легко регенерирует во время даже смертельных атак. Если вам там, не знаю, отрубили руку, можно ее приставить, она быстро заживет ну или однажды отрастет, смотря сколько вы будете еды есть. То есть мнемоциты настроены на то, чтобы вас непосредственно восстанавливать. С беременностью эти самые мнемоциты взаимодействуют довольно плохо. В том плане, что ну в общем, если у вас есть плод в организме, когда вы беременны, но он останется там просто навсегда, например. Или если вы использовали мнемоциты, если вы использовали мнемоциты в тот момент уже, когда у вас еще не было ребенка, вы больше никогда не сможете забеременеть, потому что мнемоциты запоминают ваше состояние организма в тот или иной момент. И если у вас появляется какой-то зародыш странный, непонятный, да, зародыш, он уничтожается автоматически. Все, зародыш, до свидания. Так вот, люди стали бессмертные, люди оживили многих. Сразу же. Что мне не нравится в философии Федорова, да, в философии всеединства, соответственно. То есть, я не вижу возможности всеединства, единения на базе всеобщей любви и православия. Что я изменил, да, я сохранил все возможные непосредственно разновидности мировоззрений земные. Научное мировоззрение, христианское мировоззрение, исламское мировоззрение, индийское мировоззрение, там включающиеся буддизм, нацистское мировоззрение и так далее, и так далее, и так далее. И соответственно люди начали переселяться на другие планеты Солнечной системы. У нас появились целые планеты Солнечной системы, или спутники Солнечной системы, которые заселены представителями той или иной религии. Например, на Луне жили христиане. Вся Луна была в христианах только. Христианам принадлежала Луна. Марс принадлежал марксистам, например. Венера принадлежала сугубо и только сугубо мусульманам. При этом все планеты прошли через определенное суровое терраформирование, чтобы там можно было жить. То есть люди научились управлять природой, но не нашли при этом единения, и на этом строится в основной конфликт романа. Я абсолютно признаю, что этот роман написан мной под воздействием, под влиянием философии Федорова. Она меня в свое время, в молодости очень сильно поразила. Это действительно очень такая интересная философия, которая позволила мне создать один из моих самых интересных романов. Так вот, а как мнимоциты получаются на самом деле? Мнимоциты получаются благодаря клонам. Клоны Адама и Евы, я их так назвал. Ну, соответственно, тоже отсылка на христианство, да? Адама и Евы это такие существа с длинными белыми волосами, белоснежной кожей, но при этом они отличаются от обычных людей тем, что в них эти мнимоциты разводятся, ну, то есть создаются в них мнимоциты, и, соответственно, в них проводятся эксперименты по разведению разного типа мнимоцитов. Адама и Евы никогда не приходят в сознание, например. Вот чем фишка Адамов и Евы. Они лежат без сознания, они лежат без сознания, на них проводят эксперименты, из них достают мнимоциты, и потом распространяют уже среди обычных людей. Соответственно, соответственно. Но история складывается так, что несколько клонов оживает, там 8 Адамов, 8 Адамов оживает, и, соответственно, одна Ева, одна Ева приходит в сознание, и они сбегают с планеты, на которой проводятся над ними эксперименты, соответственно, и с этого начинается действие моего романа, и во многом на этом строится конфликт в романе. Хотя в итоге, знаете, у меня там имеется вот этот вот акцент на всеединство, в том плане, что я вижу возможность объединения культур на разных принципах, то есть на принципах разных культур, не на базе православия, не на базе православия какого-то одного, не на базе христианства, не на базе буддизма, не на базе науки. я вижу возможность достичь некого взаимопонимания при сохранении всех своих уже существующих учений, качеств. То есть буддизм может сохранить буддизм, буддийскую как бы парадигму, но прийти к пониманию христианства и взаимодействию с христианством, позитивному взаимодействию. Наука тоже самое может сделать со всеми учениями, атеизм тоже самое может делать со всеми учениями. То есть моя философия всеединства в том романе изложенная, она противоречит Федоровской в том плане, что это не философия всеединства на базе христианства, это просто философия всеединства на базе некого такого общего фундаментального понимания, такой вот предфилософии, предрелигии. Ведь все-таки ни одна религия, в конце концов, не отрицает понимание, на мой взгляд. И эту догму можно было бы туда внести в любую религию. И во многом, не с этого романа, наверное, начинается моя теория шедовизма, моя теория германефтики, но в этом романе эта теория проявляет себя довольно сильно. И она отчасти связана с философией Федорова, как ни странно, и я здесь Федорову благодарен. То есть видите, видите, как интересно на самом деле. На самом деле довольно странное влияние разных философов, например, Федорова, который вроде бы излагал свои мысли довольно-таки недоказательно, довольно-таки вроде бы может кому-то показаться поверхностно и фантастично, но в итоге мысли этого человека во многом повлияли на становление космической программы, на становление философии Александра Шадова немножко повлияли, и на много-много что еще. И поэтому Федорова можно, наверное, назвать одним из настоящих русских философов. Я считаю, в России было очень мало настоящих философов, но Федорова я, в общем-то, очень сильно уважаю, и действительно считаю его продуктивно мыслящим человеком, но продуктивно в рамках христианства, конечно. Продуктивно в рамках христианства это довольно интересный эклектический мыслитель. Вот. На этом, я думаю, следует остановить нашу лекцию, лекцию с таким вот в конце выводом довольно-таки лиричным. Спасибо за то, что меня прослушали, друзья. Большое-большое-большое спасибо. Пожалуйста, возвращайтесь к нам обязательно, смотрите другие лекции, смотрите стримы, подписывайтесь на канал, ставьте там лайки, ставьте колокольчики обязательно. И тогда, и донать, донатьте на лекции, на новые, и тогда лекций будет больше и больше и больше и больше, друзья. Прошу вас, не забывайте это делать для нашего канала, это очень важно, очень важна ваша поддержка. Я готов составлять хорошие материалы, больше и больше и больше и больше, да, если вы, в общем-то, будете этому способствовать. Спасибо, друзья, за прослушивание. Приятно вам провести, в общем-то, день.